Молитва. Глава восьмая. Утреннее омовение рук. Подзаголовок первый. Утреннее омовение рук. С помощью рук человек действует в этом мире. Он может брать различные предметы, пользоваться ими, ухаживать за собственным телом. Однако наряду с этим руки более чем все другие органы человеческого тела склонны пачкаться и оскверняться от прилипшей к ним грязи. Поэтому, когда человеку необходимо возвыситься и немного отстраниться от низменных сторон этого мира, чтобы заняться делами, связанными со святостью, он омывает руки. В этом заключается общий смысл омовения рук, в том числе и утреннего. Однако ранние законоучители спорят, какой конкретный смысл несет в себе именно утреннее омовение. По мнению Роша, поскольку человеческие руки имеют склонность до всего дотрагиваться, они, пока человек спал, скорее всего, касались мест его тела, обычно прикрытых одеждой, и для того, чтобы очистить их перед утренней молитвой шахарит, от передавшиеся им таким образом скверны, мудрецы предписали их омывать. Рашба же считает, заповедь утреннего омовения рук связана с тем, что каждое утро человек словно создается заново, о чем сказано. Эйха 3.23 «Обновляются они каждое утро, велика вера в тебя». Вечером, ложась в постель, человек ощущает усталость. Засыпая, он передает свою душу Творцу, а утром встает с новыми силами. Это ежеутреннее новое творение нужно освящать, предназначая его Творцу с помощью утреннего омовения рук. Иными словами, по мнению Роша, утреннее омовение рук является подготовкой к утренней молитве шахарит, тогда как, по мнению Рашба, это подготовка к молитве и служению Творцу в течение всего дня. Мнения законоучителей расходятся в отношении человека, не спавшего всю ночь. Одни говорят, что поскольку он не ложился спать, на него не распространяется предписание мудрецов об утреннем омовении рук, поэтому перед молитвой он должен омыть руки, не произнося благословения. Таков сефардский обычай. Другие законоучители считают, что следует омыть руки и произнести благословение в честь наступления нового дня. Но поскольку есть мнение, что благословение произносится только в связи с очищением рук от скверны перед молитвой, таково мнение Роша. Желательно, чтобы человек посетил туалет, прежде чем приступить к молитве, и тогда он коснется тех мест своего тела, которые обычно прикрыты одеждой, после чего сможет омыть руки и произнести благословения. Таков аж кенасский обычай. Смотри ниже, где объясняется, каков закон в отношении человека, который не спал всю ночь или встал среди ночи, в том, что касается произнесения утренних благословений и благословения после омовения рук.